Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Ширгина представляет видеопрезентацию, посвященную действительно удивительным существам – хоббитам. Ежегодно, 22 сентября, во всему миру отмечается День Хоббита. Впервые День Хоббита был отмечен в 1978 году. Праздник, конечно же, является неофициальным, но это не мешает ему быть любимым у почитателей работ Джона Толкина, толкинистов. Инициатива ежегодного проведения Дня Хоббитов родилась в США. Джон Рональд Руэлл Толкин – английский писатель и поэт, переводчик, лингвист, филолог, один из самых известных писателей XX века, автор более 200 различных публикаций и множества незавершенных работ. Много лет Джон Толкин преподавал в университете Оксфорд и считался экспертом по староанглийской и древнескандинавской литературе. Его называют отцом современной фэнтези-литературы – жанра фантастики, основанного на использовании мифологических и сказочных мотивов. 21 сентября 1937 года вышла классическая книга Джона Толкина «Хоббит. Туда и обратно». Эта книга была написана Толкиным не для печати и продажи, а в качестве истории для его детей. Причем самих «Хоббитов» автор придумал случайно. Любопытно также, что Толкин стал первым английским писателем, который сам иллюстрировал свою книгу. И книга эта получилась той волшебной, что была признана одной из лучших детских сказок в истории и завоевала сердцем множества читателей по всему свету. И, конечно же, поклонники этой замечательной книги придумали праздник – День Хоббита. Дата выбрана не случайно. 22 сентября – это день рождения Бильба и Фродо Беккенсов, двух главных героев цикла о таинственном Средиземье. Сам автор указал эту дату в своих произведениях. Правда, Бильба, центральный персонаж книги «Хоббит», родился в 1890 году, а Фродо – в 78-м годами позже. Да кто же такие хоббиты? Хоббиты – это низкорослый народец, примерно в половину человеческого роста и пониже бородатых гномов. Бороды у хоббитов нет. Волшебного в них тоже, в общем-то, ничего нет, если не считать волшебного умения быстро и бесшумно исчезать. У хоббитов толстенькое брюшко. Одеваются они ярко, преимущественно в зеленое и желтое. Башмаков не носят, потому что на ногах у них от природы жесткие кожаные подошвы и густой теплый бурый мех, как и на голове. Только на голове он курчавится. У хоббитов длинные ловкие темные пальцы на руках, добродушные лица. Смеются они густым, утробным смехом. А больше всего на свете они любят обустраивать свои уютные норки, плотно обедать и вообще вести размеренную и спокойную жизнь. И вот как-то утром Бильбо Беккен собирался пить чай, когда к нему без приглашения завилось 13 гномов и волшебник Гэндальф. Пришлось нашему хоббиту забыть о своей милой норке и отправиться с ними в большой поход. Цель похода – отвоевать утраченное королевство гномов Эрибор у дракона Смауга. И Бильбо в компании 13 гномов, возглавляемых легендарным воином Торином Дубащитом, отправляется навстречу приключениям. Сколько же всего пришлось им преодолеть и повидать. Тролли и дракон, эльфы и люди из озерного города, погони, сражения, поиск сокровищ и многое-многое другое. Пройдя все испытания, трудности и потери, вера в добро у героев никогда не ослабевает. И в конце концов они побеждают. Созданный ярким, глубоким и многогранным талантом писателя «Сказочный мир» или даже целая вселенная, покорили сердца многих миллионов людей. И поэтому Джон Толкин создал еще несколько произведений о приключениях его героев в стране Средиземья. «Сильмариллион». Эта книга рассказывает предысторию самых масштабных творений Толкина трилогии «Властелин колец» и сказки «Хоббит». Что происходило в первой эпохе Средиземья? Как началась война, которая тысячелетиями сотрясала некогда мирную землю? И когда путь был у колец всевластия? И Джон Толкин отвечает на эти и другие вопросы о своей вселенной. И, конечно же, знаменитая трилогия «Властелин колец», куда вошли три произведения. Первое – «Хранители кольца». Племяннику знаменитого Бильба, Хоббиту Фродо, доверена важная миссия хранения кольца, которая разыскивает темный властелин Мордора. Эта маленькая вещь может решить исход жестокой войны, бушующей в некогда процветающем крае. И чтобы не подвергать родную страну опасности, Фродо, по совету Геннерфа, решает покинуть ее и скрыться с кольцом. И вместе с Фродо в путь отправляются его друзья. Вторая книга – «Две твердыни». Братство хранителей кольца распадается на три части. И война теперь вспыхивает в землях Рохана. Государство больных всадников. Тем временем Фродо и его лучший друг Сэм продолжают свой путь к Мордору, полной опасности и испытаний. И окончание трилогии «Возвращение короля». Бесчисленные войска черного властелина Саурона осаждают стены Миностерита, крепости последней надежды. И повелитель всей тьмы верит, что победа неизбежна. Но вот к роковой горе приближаются два маленьких человечка. И получится ли у них уничтожить кольцо всевласти? С момента первой публикации легендарной книги Джона Толкина «Хоббит» число его читателей и поклонников все время увеличивается. О Джоне Толкине и о созданном им мире написаны десятки книг и сотни статей, снимаются фильмы. Удивительные герои покорили сердца многих миллионов людей. И неудивительно, что в разных уголках мира поклонники произведений Джона Толкина начали объединяться в клубы и сообщества. И даже стали отмечать День Хоббита. Как же отмечается День Хоббита? Прежде всего, необходимо устроить праздник. Хоббиты наслаждались шестью приемом пищи в день. Поэтому перед началом праздника убедитесь, что запас слил у себя достаточное количество еды. Печь хоббиты известны своим хорошо комплектованными кладовыми. Никогда не упускают возможности посидеть с друзьями, вкусно поесть и оживлючно побеседовать. Также очень важно дарить несколько подарков. Одно из мирных занятий хоббита – дарить подарки и делиться духом сообщества. Простые творческие подарки, такие как игрушки, ювелирные украшения и небольшие музыкальные инструменты, станут прекрасным символом праздника. Ну и, конечно же, необходимо отправиться в приключения. В духе хоббитов необходимо отбросить осторожность, выйти из своего уютного дома. Будь то короткая прогулка по новому району или поездка на край света. Необходимо испытывать острые ощущения от неизведанного, совсем как хоббиты Бильбо и Фродо Беккенса. Исследуйте мир. Наслаждайтесь приключениями, которые заставят ваше воображение взорваться. Продолжение следует...